МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Беларусь4. Распочинаю информационный выпуск телерадио компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Доброй ранецы! У Добруши прошло выездное посаджение президиума областного объединения Беларусский союз Жанчин. Проставницы самых разных свердейностей проверили организацию працы Жанчин на предприемствах и оказали допомогу семьям, и кемают с этим потребам. Сирот припынка у самая важная установа района – фарфоровый завод, поликлиника, Жанучий монастыр. Усюду великую увагу надавали охове здоровья, тому за сабливой цикавостью доследовали районную поликлинику. Тут працует больше 600 Жанчин, и для каждой взрослой категории призначены свои гарантии. Починаючи от отримания жилья и организации вольного часу, до материальной допомоги шмадзетным семьям и одиноким мате. А кроме того, Жанчины могут скористаться платными послугами со специальной скидкой. А разнастайность и популярность процедур тут немогчимо не отзначить. Ця род народных фаворитов – душарко. Когда начался отопительный сезон, я принимала эти 10 процедур, а потом еще перед весенними днями тоже будем заниматься этими процедурами, потому как надо держать форму. Не обыяковые до здоровья и на фарфоровой фабрице. А кроме физиотерапии, ингаляции дантиста, на предприемстве раз в месяц консультации проводят урочи, которые необходимы именно вид с Жанчином. До речи, все послуги тут абсолютно бесплатные. Треба отзначить, что физично тяжкую работу або небеспечную для здоровья Жанчины не выконывают. При этом объем працы немаленький. Например, у самом творчым, малявничем цеху Жанчины в день расписывают як минимум 300 вырабаў. Беларуський союз жанчин заинтересован в том, чтобы знать, бывать, видеть, анализировать, как же на местах оказывается медицинская помощь женщинам, как у нас охраняется детство. И вот сегодня то, что мы увидели на фарфоровом заводе, это, наверное, дорогого стоит. Союз Жанчин не покинул без уваги и домы, у яких выховываются неполнолетние за саблевостями физичного развитя. У Международный день инвалидов активистки наведали семью, где мать выховывает дитя инвалида. Трогодовая Вероница привезли самые розные подарунки и леки. Я даже не знала, что ко мне приедут. Спасибо большое, что поздравили. За подарки спасибо. Умацивание здоровья, клопот про семью, протягнение Жанчин у администрационный процесс основные задачи объединениям. Удобруши с этими указаниями справляются годным. Але уже зараз на опошнем. У этом году посажение Жанчин обмерковать корыстные для усяго региона распроцовки на наступный год. Катерина Сапельникова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У «Гомели» стартовала акция по контролю и выполнению правил дорожного руха. Теперь на каждом транспортном сроке первых и шестых автобусных парков можно найти наклейку с номером телефона, по яким можно звернуться, когда вы стали светкой порушения. Такие меры приняты, чтобы дисциплиновать не только водителей автобусов и маршруток, но и всех удельников дорожного руха. Чтобы поведомить о правопорушении, не треба потелефоновать по номеру у «Гомели» 574444, назвать место и час здарения, марку и номер автомобиля. Такая практика повинна стать решением проблем у многих дорожных здарениях, упевненной у «Абл-Аутотранси». Позднее нововведение плануется распаусюдить по всей области. Дарыч, «Гомель» – первый в Беларуси город, который увел такую форму дорожных взносин. Обращался неоднократно к работникам госавтоинспекции и помогали разрешить сложившиеся нехорошие ситуации на дороге. Мазырское районное отделение Беларусского товариства «Червоного крыжа» начало выдачу ваучеров для вымушенных переселенцев из Луганской и Донецкой областей. Специально оформленные чеки, призначенные для набития продуктов, харчеванья и гигиеничных сродков, и выдаются тем, кто мает в этом особливую необходимость. В Мазырском районном отделении Беларусского товариства «Червоного крыжа» у ГТД не шматлюдно. Тут начали выдавать специальные ваучеры для вымушенных переселенцев из Луганской и Донецкой областей. Свои особливые чеки, каждый номиналом 200 тысяч рублей, можно обменять на продукты харчевания и предметы первой необходности. У сего до конца Снежного района будут реализованы 1100 ваучеров. Сегодня мы заканчиваем выдачу ваучеров для уязвимой категории населения, вынужденных переселенцев, которые прибыли к нам из Луганской и Донецкой области. Ваучеры выдаем пенсионерам, инвалидам, неполным семьям. Люди, конечно, нам за это очень благодарны. И у нас сегодня тут такая атмосфера доброжелательная, очень позитивная, потому что эта помощь, ну, действительно существенная помощь. Людмила Иваненко у ликвымушенных переселенцев утрапила у лютым гэтага года, каля разом с семьей бегла с дому. Родная для ее земля Донецкая область до гэтага часу з'является одной из самых гаражных кропок. На ватсёне, жахе пирожитого, женщина вспоминает со слезами на лачах. При этом не стомно дякуючи гостинным мазаранам. Семьи выделили дом у вёски Мелешковича. Мужу и жёнце пропоновали працу, а дитяте – махшимость отримливать эдукацию. Как мы приехали вообще без ничего, и два одеяла мы выскочили с подвала, два одеяла, ребёнок и ноутбук, и мои родители. Поэтому для нас очень это большая помощь, так как ни вилочки, ни ложечки. Мы устроились в деревне Мелешковичи, колхоз нас принял, хорошо отдали нам дом. Красный грец нам хорошо помог, спасибо большое. Нам дали сразу ваучер. Ребёнка я одела, сама оделась, так более-менее. Люди помогли, спасибо, конечно, мебель и одежду. Ну, вообще Беларуси спасибо. По трымку района и организации «Червоного крыжа» семья Иваненко чувает до этого часу. Так само перед новогодние ваучеры отримают ясше сотни людей, які волей лёсу пынулись у тяжким становищем. Но вот такая одноразовая допомога для её адресатов вельми актуальна. И большинство, кто сегодня переступает порог доброченной организации, объедновывает одно мощное и щирое почутё – подзяку беларусам за допомогу. Катярына Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мазыр». Специально для телерадио-компании «Гомель». У «Гомеля» вызначили лепшого кота. На выставу гэтых живёл господары принесли коляста своих гадаванцев самых розных пород. Як без слов уразить журы и отрымать галоны приз, ведая Олег Синцерову. «Золотый кот Беларуси» выстава, хотя и мая такую назву, а лепасутности заявляется международной. Для удела уёй со своими гадаванцами у «Гомель» приехали простонники России, Украины и Латвии. Пытаться у них, чему и они так любить минавито котов, сенсу немая. Это соправдый любовь, причина, якой тяжко расслумажить иншим. «Люблю за их общение. Котов надо понимать. Они как те же люди. У них свой характер. У них своё отношение к человеку. В принципе, это очень умные животные». Скотиш фолт, корниш рекс, курильский бобтейл, донский свинск, мейн кун – назвы пород, які для інших только экзотика, для соправдных аматоров котов, як чаровная музыка. Гэтыми живёлами соправды нельгани зачаровываться. Чёрными и шэрыми, жёлтыми и белыми, великими и маленькими. Вот гэтая коты с породы шотландских весловухих. Фридзе 3,5 месяцы, а Далор 4. В просутности, яны ещё дети. Як у сей нормальной дети, яны, ведьми, добрые и прыгожые. Хоть только демонстрации котов у гумиля не обмежевалися, богата не только выстава, а лея шеи конкурс. На кожную породу есть свои критерии, по яких эксперты и вызначали лепших. Причим, самим экспертам такие зносины с котами за это приносили великое задовольнение. Котам максимально спадабалось и не усе, а лея поводили себе яны у основном миролюбива. Любая кошка породистая, она должна проявлять добронравие и хороший характер. Они могут кричать, пытаться убежать, но они не должны кусаться, царапаться, проявлять агрессию какую-то. А в своих годованцах их владельники, здаец, ведают всё и могут рассказывать об этом напевно годинами. Заразумело, шкода, калекот не трамал узнагороду, а лея от гэтага любить ягу меньше не будуть. Особисто для котов гэта напевно самая головная. Сын захотел, посмотрел по интернету, увидел британских котов и мы захотели купить этого кота. Но когда приехали выбирать, она сама нас выбрала, и поэтому у нас получился шотландский кот. Она сама к нам пришла на руки, и мы её забрали, полюбили, но у нас теперь самая главная хозяйка в доме. Олег Синчаров, Валерия Капанько, телераду компания «Гомель». У Гомельским Державным Профессийно-технічным колледжи бытового обслуговування отбылося шоу-дефиле «Зазеркалле». Будучи мостаки-модельеры, злику навученца установы, представили на суд журы и сокурсника у своя коллективная творчая коллекция. Наши корреспонденты уразилися глибенёй продемонстрованных стильных и креативных мостацких в образаум. Перед початком шоу-дефиле «Зазеркалле» у Гомельским Державным Профессийно-технічным колледжи бытового обслуговування пануя хвалююча атмосфера опошніх приготаванняў. Сдаецца ўсе моделі і без таго готовы да паказу на подуумі. Аднак застаецца самая непростая і галовная. Настроецца моральна, каб годна прадставіць коллекцію на публіце. Краіна, цудав і казак, свет мёртвых, космос. Усягод шатыры темы номінацій, а ў кожне з їх своі унікальныі і непалторныі фантастичныі вобразы, подрихтованныі будушымі мастакамі-модельєрами з ліку навучэнців установы. Каждая номінація імеєт своі фантастичкіі образы. Они, в общем-то, разрабатывались как единый ансамбль, костюм, прічёска, макияж, либо грим. То есть цель – это создання единого цельного образа, который реально не существует в природі. Это образ и реального мира, то есть воображаємало. У створенні коллекцій для шоу «Дефиле зазеркальня» приняли у дзел мастаки-модельєры першого і другого курса навучання коледжа бытового обслуговування, а так само кураторы і выкладшіки, які працюють з гэтымі групами. Смелі і неординарні фантастичні вобразы, представлені на сут публіки, вобралі у сябі лепші колективні і творчі ідеї і адлюстравалі аутарськае мастацкае бачанне кожного особного створальніка коллекції. Наша група представляє такий образ, як космос. Наш костюм в основному создан із таких елементів, як корона. Болі бытові украшення, які з'язані з гарячого клея, ті ми були даны, саму часті вже дожен придумати образ, макіяж подобрати, создати повністю видімаць і показати, що це на самому дзілю космос. Гэті креативні, ексцентричні і зашаровальні прігажостю образы були створені з самых розних падрушних матеріялів. Тканіна, стразы, блєсткі, абгортачна опаковка, кавалошкі, люстырка, фольга, кордон і бага інше. У представленних моделях улішувалося усе – гармонічне сполучення костюма, прычоскі і макіяжу. Без увагі не засталася ні одна, а ваці самая дробная деталь. Далеке неапошніе місце у падрыхтовці коллекції було відведено выбору яє відповідного музычного супровадження на подіумі. Подобній шоу-дефиле, творчі конкурсы і мероприємстві у Гомельським державним професійно-технічним колєджі бытового обслуговування проходять з певною періодичністю. Яных сприяють повышенню професійного майстерства наученців і обмену досвідам поміж сакурсніками. Вероніка Ворошиліна, Дмитрий Котов, Ігор Марышчанка, Телерадиокампанія «Гомель». З усім недавна Гомельська центральна городська бібліотека ім'я Герцена вирішила здівіць своїх наведвальніків і запустіла у стінах установы захопляльний літературний квест «Антеутопію». Зараз установа обвістіла конкурс налепши вынік проходжання інтелектуальнага лабіринта. Гэта незвычайны забавляльна аддукаційны праєкт «Прыгодніцкая гульня», основная задача удзельнікаў якой знайсці выход з закрытага памяшкання. Тут размешчаны девять лакацій ў кожной свае унікальныя заданні. У метах бязпекі удзельнікаў пастоянна суправаджае супрацовнік бібліотекі. На проходжанне теста даецца дна гадзіна, а па выніку улічвецца худкаць перадоліня ўсіх пірошкод. На гэтым тэдні вучнямі сірэдній школы нумар 44 імя Микалая Лебедзева бэ паставлены першы худкасны рекорд. Йонсклаў крыху больш як сорок хвілін. Мені панравялась, што разлицованы стэнны, разны устрачаючіе знакі, то вісельніца, то надпісі страшны. Гда нам просто говорили, нам говорили квэст, ну мы думали, што мы будзем в адной комнаті і искати выход. Был лабірінт зэгадками. У цэлым літературны квэст у сцэнах гомірськай центральный грацкой бібліотэкі імя Герцэна ўжо паспяхово перадолілі больш як 10 каманду дзельніц. Каб знайсти выход, им спатрыбіліся кемліваць, аппаратыўнаць і умені працываць ў каманде. Трэба значыць, вынікі конкурсу будзіць падведзіны ў концы Снежні і каманда пераможцца атрымая прыємныя прызы. У карціны галіреи Гауріла Вашчанкі ярким колерам і експрэсіей нанеслі сапраудны удар па шэрых Снежнінскіх буднях. Свой новы выставачны праект ў культурной ўстанове працтавіў гомірські мастак Александр Пясецкі. На выбар жыцьовага шляху мастакапа ўплывалі працы самобытнах арэчыцкага жывапісца Александра Ісачова. Пасля знайомства з ёху творчаці ўраджэніц Мазырскае зямлі ў 87-м годзе прыєхаў ў гомір. Першым крокам да прызнанне было паступлення ў в учыліща народных промыслаў. Наступной прыступкой стала Мастацкая вучыліща. Уже ў 90-м адбылася ёго перша персональная выстава. Зараз за плячыма Александра ўже не одна паспяховая экспазіція. Усі ёго працы адносяцца до фавізма. У гэтым выставачным праекці праставлена каля 30-ті работ, які адлюстровуюць розныя пірэды ёго творчасті. На гэтым наш раннішній выпуск завершаны. У студы працавала Наталя Ігнаценка. Я і мая калеги жыдаем вам удалага дня. До новых сустрэчу эфіры. Редактор субтитров А.Семкин